Ребят, всем привет! Сегодня небольшая самоделочка. Понадобится мне для этого розетка. У меня двойная будет. Вот такой блок, но можно использовать любую. Далее лампочка с фикс прайса. Покупала рублей за 30. 15-ваттная, светодиодная. Ну и кусок провода. Я взял два метра. Вы можете для самоделки использовать, даже удлините. Старый уже будет у вас провод сразу. Я взял, говорю, около двух метров у меня. Мне достаточно будет. Сегодня планирую сделать. Есть такое устройство. Называется патрон жулик, по-моему, что-то типа в этом роде. Продается даже в магазинах. Это у вас в цоколе. Встроена розетка. И вы можете, допустим, на даче в туалете вкрутили этот цоколь. То есть этот патрон... Нет, там цоколь, по-моему. И воткнули в него еще что-то, какое-то определенное устройство. А сверху еще накручиваете лампочку. Некоторые умельцы делают вот с этого. Вот эту часть снимают. И сюда ставят розетку сразу. И все. И у вас, допустим, если у вас два цоколя, то вкручиваете в один лампочку, а в другой у вас розетку уже. Но сегодня я пойду дальше и сделаю сразу удлинитель. То есть розетку с лампочкой. Допустим, это я делаю для себя. У меня в погребе один всего лишь патрон. Мне там надо сделать кое-какие полочки. Ну, чтобы не тянуть туда длинный удлинитель, так как ближайшая розетка далеко, сделаю себе вот это. Ну и как раз вам покажу, как это будет работать. И сразу и с лампочкой. Ну что, приступим. В первую очередь снимаю колбу. Сейчас ее сниму. Она там приклеена. Перед камерой будет неудобно. Просто так ее не оторвешь. Сейчас сейчас подковырну и продолжу. Лампочка была просто защелкнута. Здесь, кстати, все не так уж и плохо для 30 рублей. Есть герметик. Сейчас я его удаляю и вытаскиваю матрицу со светодиодами из драйвера. Теперь нужно извлечь матрицу со светодиодами после удаления герметика. Но для этого нужно отпаять вот эти два контакта. Так как там внутри все в натяг, никакого запаса нет проводов. Кое-как отковырнул, сидел на герметике очень плотно. И теперь можно было, в принципе, вот сюда напрямую припаяться, но здесь стоит резистор. К этому проводу я припаяюсь напрямую отсюда, а уже резистор обойду. И сейчас накину провод вот на пятачок. Он вытаскивается очень легко. У него просто давим. И с этой стороны он бывает. Вот так там на таком гвоздике держится вот этот вот резистор. Сейчас зачищаю провода. Теперь в матрице делаю отверстие, чтобы пролазил вот этот один провод. Теперь вот этот один контакт вместе с резистором зажимаю этим гвоздиком вот здесь на пятаке. Плату возвращаю на место, а контакты припаиваю назад, и вот этот второй провод припаиваю к правому контакту, так как вот этот уже соединен вот с этим пятаком, то есть вот с этим проводом. Далее для того, чтобы не выдрать лампу, вместе с контактами поставлю ограничитель. Все готово. Ну и осталось только подсоединить розетку. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, все готово. Идем проверять. Беру дрель, спускаюсь в погреб, где у меня только одна лампа. И буду уже смотреть, как будет светить и как будет сверлить. Ну, конечно же, выкручиваю старую лампочку, а теперь монтирую уже новый гаджет. Все отлично светит. И теперь буду проверять розетку. Провод выходит из лампы. И идет вот сюда. Все готово. Все работает. И вот здесь мне нужно будет доделать стенд еще, сделать полки, нарастить стойки. В общем, теперь я смогу здесь. Так как здесь у меня не было розеток. Только одна лампочка была. Ну что, ребят, на этом заканчиваю. Самоделка удалась. Теперь буду пользоваться. Мне она нужна будет. Я в своих видосах всегда делаю то, что мне надо. Просто так я ничего не делаю. И после съемок продолжаю пользоваться всеми вещами. Если вам понравился этот видосик, обязательно ставим лайки. Оставляем комментарии. Посоветуем. Просто, может, пообщаемся. Пишите. Будет интересно. Не забываем подписываться, кто первый раз у меня на канале, чтобы не пропустить новые видосики. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю всем удачи. Мойте руки. Не валейте. Всем пока.